Налог на микропредприятие В 2017 году должен постепенно вырастить до 15%. Не успели соответствующие поправки, принятые чуть более месяца назад, начать действовать, как в комиссии Сейма отправили новые изменения, призванные сделать жизнь предпринимателя легче, а именно сохранить нынешнюю ставку и добавить в закон еще две категории микропредприятий. Те, чей годовой оборот перевысит разрешенные 100 тысяч евро, в госказну будут отчислять на 1% больше. Те же, кто работает активнее и чей оборот превысит 200 тысяч евро, заплатят 11% налога. И никакого повышения до 15%. Этим мы даем возможность и даем перспективу для предпринимателя расти. Показываем ему, в каком налоговом режиме, с какими возможностями он может работать, если он хочет развиваться. И этим мы получаем вот эту возможность, что предприниматель вырастает, думает не о том, чтобы остаться на этом маленьком уровне, а чтобы расти и потом уже быть готовым, скажем, работать по этой классической схеме. Предложение поддержали Центр согласия, Союз зеленых и крестьян, а также национальное объединение. В единстве партии реформ по-прежнему настаивают на повышении ставки налога до 15%. Ведь в противном случае работники микропредприятий отчисляют слишком мало социальных взносов. Я хочу для всех еще раз напомнить, что это кризисное мероприятие, которое положительно сказалось на нашем народном хозяйстве, но оно не гарантирует в достаточном объеме пенсионное обеспечение для тех людей, которые в этих предприятиях работают. Как только мы засовываем руку в социальный пенсионный бюджет, раньше или позже надо за это поплатиться. Микропредприятие — это лишь старт для успешного ведения бизнеса, который рано или поздно перерастет в общество с ограниченной ответственностью или предприятие другого вида, которое будет платить все налоги, уверены в торгово-промышленной палате. Поэтому предложение о введении прогрессивности налога здесь оценивают куда положительнее, чем его повышение. Микроналог — это средство, с помощью которого можно выйти из теневой экономики. И как уже мы знаем, тогда уже 30 тысяч микропредприятий у нас есть не в теневой зоне, они работают легально, платят легальные налоги, и это успешная программа. Законопроект о прогрессивном налоге на микропредприятия СЭМ еще должен рассмотреть в трех чтениях.